Без малого века Багучанская Центральная районная библиотека отметила 95-летний юбилей В преддверии Нового года в районном Доме культуры поздравили лучших учеников района Воспитатель по призванию в поселке Ангарский прошел муниципальный этап профессионального конкурса Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости Багучанского телевидения в студии Анны Смирновой и далее обо всем по порядку По традиции в районном Доме культуры состоялась елка главы района На новогоднем мероприятии наградили лучших из лучших учеников разных школ Активистов, спортсменов, победителей Олимпиад и особо отличившихся в учебе ребят Праздничное мероприятие сопровождалось самодеятельными номерами В зрительном зале не было свободных мест После мероприятия 19 детей из Багучанского района отправятся на елку губернатора в Красноярск Руководитель района Владимир Саар торжественно вручил подарки ученикам и поздравил с Новым годом Конечно же мы встретимся в настоящий год с новыми задачами, с новыми успехами Сегодня у нас есть чем проводить уходящий 2019 год Потому что он настолько яркий, наполненный И наполненный прежде всего вашими успехами, творческими достижениями, спортивными, культурными, в учебе И, конечно же, мои первые слова благодарности вам за вашу ответственность, за ваш творческий успех За ваши знания, за ваш вклад в развитие родного района, который вы на самом деле проявили и продемонстрировали Спасибо вам огромное Багучанская центральная районная библиотека отметила свой 95-летний юбилей Несмотря на столь солидную дату, библиотека идет в ногу со временем и остается одним из актуальных источников информации На юбилейную встречу пришли ветераны библиотечного дела, партнеры библиотеки и просто активные читатели Подробности в следующем сюжете Багучанская библиотека была открыта 17 ноября 1924 года Основу первого библиотечного фонда составили книги писателя Молчанова, купца Петра Толстых Книги политических ссыльных в наше село Выдавались книги с настенных стеллажей на общественных началах Чем пахнет старость? Самая первая библиотека ютилась в маленькой комнате частного дома С 1929 года библиотека располагалась на месте нынешнего здания РОВД Но в 1931 году случился пожар Сгорело не только помещение, но и вся документация из полкома райсовета Более 20 последующих лет библиотека кочевала из одного здания в другое И, наконец, в 1967 году обрела свое постоянное место прописки Пагучанская центральная районная библиотека празднует свой юбилей Ей 95 лет. Много это или мало? Может быть, в человеческом измерении это и много А что касается учреждений, наверное, все еще у нее впереди Жизнь современной библиотеки многогранна Во многом благодаря любящим свое дело сотрудникам Которые изо дня в день вкладывают свою душу в сохранение Преумножения культурного наследия и передачи любви к чтению книг подрастающему поколению Что сегодня для наших богучанцев центральная районная библиотека? Это учреждение, где вам всегда рады Это то место, где вы можете провести свой досуг Именно через книгу, через общение Ведь это же очень здорово Наша библиотека славится своими традициями Есть у нас очень много интересных и славных мероприятий И все это направлено для того, чтобы наши жители были просвещенными Чтобы сегодня они были значимыми Чтобы они понимали, что с помощью книги, с помощью источника знаний Человек может добиться очень и очень многого Потому что сегодня библиотека учит Сегодня библиотека воспитывает Сегодня библиотека заставляет определенную радость нашим жителям Сегодня сотрудники библиотеки проводят одно из мероприятий В рамках 95-летнего юбилея Экскурсия под названием «Новый взгляд на знакомую библиотеку» Первый раз побывал в книгохранилище Оттуда книги были интересные Примерно два раза в месяц Беру сразу много Нет времени часто посещать В основном фантастика Ребята путешествуют по самым заветным отделам библиотеки Пытаются вникнуть в работу Центра правовой информации Погружаются в историю и географию региона в зале краеведения И проникаются атмосферой и запахом ветких страниц в книгохранилище Здесь в каждом отделе работают опытные специалисты На самом деле здесь очень интересно Вы просто не представляете Иногда даже жалко, что в сутках всего 24 часа Очень много интересных мероприятий Объем работы, он, конечно, большой Но это все интересно и это делается легко Мне нравится общение с людьми Непосредственный контакт То есть каждый читатель индивидуален И можно предложить именно ту литературу Которая интересует того или иного читателя Очень интересны разные мероприятия Которые мы проводим в библиотеке Разные выставки оформляем И вообще работа у нас очень активная Мы не сидим на месте Также библиотека идет ногу со временем Мы сейчас занимаемся сайтом У нас есть официальный сайт Также страничка ВКонтакте Мы идем в массы, так скажем То есть и молодежь привлекаем Чтобы читали книги И всех ждем в нашей библиотеке Коллектив Центральной районной библиотеки Активно идет в ногу со временем Но несмотря на мир новых технологий Ничто не заменит книгу Ведь она олицетворение культуры Которая будет жить вечно Анастасия Агеева, Александр Черкашин Телекомпания «Спектр» «Богучаны» Сегодня мы поговорим еще об одном юбилее 20 лет назад в Красноярском крае Была образована уникальная общественная организация О первом генеральском клубе России Сегодня знают далеко не все жители края Впрочем, генеральский клуб в рекламе не нуждается Члены организации – самые влиятельные люди в регионе От губернаторов и митрополита До генералов в запасе В этот клуб не войдешь по адрескоду Да и по знакомству не пропишут Члены генеральского клуба большую часть своей жизни Посвятили служению Родине И являются примером лучших традиций российского офицерства А началось все на рубеже тысячелетий Боевой генерал Александр Лебедь Осваивает новую для себя должность Губернатора Красноярского края Для решения региональных задач Александру Лебедю требуется свой оперативный штаб Генерал-губернатор решает опереться На кадровых военных Высших чинов силовых структур региона Человек был российского масштаба Но в первую очередь он был военный человек Отважный, талантливый офицер и генерал Кафе «Пригостницы МВД края» рядом с кинотеатром «Луч» Вошло в историю под названием «Железный Феликс» Именно здесь осенью 99-го года состоялась первая встреча генералов Пионерами генеральского движения стали 17 человек Во главе с Александром Лебедем Александр Иванович предложение такое сделал Сказал, давайте для начала мы в неформальной обстановке Может быть семьями соберем всех генералов Это у нас осенью получилось Неформальная обстановка клуба позволила сплотить близких по духу людей Нашли свои лидеры и заводилы Проявились творческие таланты Начиная с губернаторства Александра Хлопонина Клуб открыт и для высших гражданских чинов власти Но формат общения остается прежним Без галстуков Для меня было полным открытием Когда я узнал, что Александр Викторович Ус Владимир Константинович Шайшников Очень хорошо поют Леонид Иванович Рябов Сам пишет стихи Томенко Виктор Петрович Очень хорошо читает стихи В том числе и с участием генеральского клуба Удалось нейтрализовать конфликты администрации края С руководством Таймырского округа ГМК Норильский Никель Краза Избежать банкротства Енисейского речного пароходства Была проведена колоссальная работа По объединению Красноярского края Таймырского и Эвенкийского автономных округов И конечно было сохранено и продолжено дело основателя клуба Кадетские корпуса региона И наш генерал совмещает нам жизнь Во имя свободы и счастья При активном и личном участии генералов Система кадетских корпусов продолжает развиваться И ежегодно выпускать интеллектуально И физически развитых молодых людей При помощи регионального фонда держава Организуются конкурсы для талантливых и целеустремленных кадетов Учреждены стипендии для курсантов Сибирского юридического института Патриотическое воспитание идет через собственный пример Через те нормы поведения Ту целеустремленность, тот патриотизм, профессионализм Который демонстрируют наши сибирские генералы В составе организации на сегодня 101 профессионал высочайшего уровня От губернатора до митрополита И каждый отвечает за конкретное направление деятельности клуба Сегодня члены клуба успешно работают не только в крае, но и за его пределами В том числе и в руководстве федеральных ведомств страны И каждый по праву гордится своим статусом И не прерывает отношения с клубом Для меня личное участие в клубе это бесценная возможность Поддерживать связь с моей родиной Вносить посильный вклад в ее благополучие Находиться в тесном контакте с земляками Многим из которых я обязан своим профессиональным и личностным становлением Я убежден, что впереди у генеральского клуба большое будущее В его истории конечно появятся новые страницы Посвященные созидательной работе на благо красноярского края и всей страны Обладая очень серьезными полномочиями и компетенцией Члены клуба продолжают активно влиять на общественную, политическую, социальную жизнь края Ведь генеральский клуб это элита Идущая впереди не только на майских шествиях Но и в повседневной жизни края и страны От травмы происшествий на рабочем месте не застрахован никто Неприятный случай произошел с красноярцем Владимиром во время выполнения должностных обязанностей Повлекший за собой причинение вреда здоровью Предстояла длительная реабилитация и затрата немалых средств На помощь человеку пришло Красноярское региональное отделение фонда социального страхования Подробнее в следующем сюжете Трагедия случилась, когда Владимир, промышленный, профессиональный альпинист Работал на Сахалинской ГРЭС Он упал с 15-метровой высоты В больнице ему сделали операции и перевезли в Красноярск Большое спасибо социальному фонду, перевезли в кровавую больницу Отдельное спасибо Мыльникову, доктор просто от Бога Собрал идеальный оттаз, такую операцию произвели впервые в нашем регионе Мне говорили, что пациент будет надежным, скорее всего, ходить не будет Нога была одна короче другой на 3 сантиметра Делали все ровно и вот уже результат на лицо После тяжелой травмы Владимиру оказало поддержку Красноярское региональное отделение фонда социального страхования В рамках программы «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве» После проведенных операций за счет фонда в Красноярской краевой больнице Владимира доставили на реанимобили в центр реабилитации фонда «Туманный» Где продолжился его долгий процесс лечения Перелом грудины, ушиб легких, ушиб сердца, перелом грудного отдела позвоночника Перелом костей так сложнейший, который собрали красноярские травматологи, молодцы Перелом пяточной кости, перелом лучевой кости оперированной справа Привезли его на реанимобиле лежачего, истощенного, можно сказать Он не мог не вставать, не держаться В этом центре пострадавшего лечили в два этапа по индивидуальной методике Применяя радоновые ванны, грязь лечения, массажи, лечебную физкультуру, механотерапию, тренажеры на все группы мышц И Владимир проявил силу воли, трудился, слушался докторов И вот динамика – поступил лежачим, а уехал на своих ногах Тогда впервые задумался Владимир и о смене профессии альпиниста Лечащий врач подсказал Я ему предложила быть фитнес-инструктором или инструктором музыка Я ему говорю, что ты через себя пропустил вообще всю травму И ты будешь прекрасно вот так работать у нас, пациент Недавно Владимир побывал еще в одном центре реабилитации фонда «Кристалл» На побережье Черного моря он восстанавливал не только свои физические силы после тяжелой травмы, но и психологическое состояние Владимир продолжает работать над собой и хочет вернуться к труду Важно, что для его выздоровления красноярским ФСС было затрачено на стационарное, амбулаторное, поликлиническое, санаторно-курортное лечение и на страховые выплаты около 1 миллиона рублей Всего в 2019 году на 1 декабря 113 человек получили тяжелые травмы на производстве 55 из них возвращены к труду благодаря эффективной комплексной реабилитации, проводимой фондом В поселке Ангарском в детском саду «Лесовичок» прошел муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Воспитатель года-2020» Стали известны именно победительниц Из пяти участниц в финал краевого конкурса вышли трое Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы открыли двери Распахнули окна И впустили в наш зал солнечный свет творчества и вдохновения Без творчества и вдохновения педагог дошкольного учреждения не справится со своей работой Муниципальный конкурс «Воспитатель-2020» дает шанс показать, как эти источники помогают в работе Здравствуйте, уважаемые гости! Мы, жители Мены детского сада, поздравить вас с конкурсом искренне рады! Для Ольги Ломакиной, Лилии Богдановой, Виктории Заря, Ольги Синдзюк и Екатерины Добровой Этот день особенно волнительный, ведь каждая из них вкладывает душу в свою любимую работу Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года» – это возможность показать свой профессионализм на более высоком уровне За очный этап позади из восьми воспитателей в очный прошли пятеро Очный этап конкурса, который состоит из двух конкурсных испытаний Первое конкурсное испытание – это занятие с детьми, фрагмент занятия с детьми Второе конкурсное испытание – это мастер-класс по работе с родителями Цель первого задания – продемонстрировать умения и знания в речевом развитии детей Участницы конкурса показывают фрагмент занятия из образовательной практики по заданной теме А в мастер-классе конкурсантки работают с аудиторией взрослых, применяя технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления в соответствии с тенденциями развития дошкольного образования Муниципальный конкурс «Воспитатель года» дает очень многое Это подъем воспитателей, это профессионализм воспитателей здесь показывается И желание воспитателей участвовать и что-то приобретать для себя большее Соревнование педагогов длилось весь день По итогу конкурса жюри определило лучших из лучших Собравшиеся сегодня в этом зале красавицы Люди необыкновенно творческие, одухотворенные и удивительно обаятельные Третье место завоевала Лилия Богданова из детского сада «Солнышко» из села Богучаны Второе – Ольга Синдзюк из Буратино И первое – Ольга Ломакина детский сад «Солнышко» поселок Гремучий Все три финалистки муниципального конкурса после Нового года Представят Богучанский район на краевом конкурсе «Воспитатель года-2020» Анастасия Агеева, Владислав Тимощенко, телекомпания «Спектр» – Богучаны На базе школы искусств в рамках социокультурного проекта «Мелодия ангарской старины» Проходят мастер-классы по валянию из шерсти Цель такого мастерства – воссоздание и сохранение культурных ценностей ангарцев Время не стоит на месте Все течет и все меняется Неизменной остается только история Учитывая то, что старинные ангарские традиции забываются Уходят из жизни мастера Цель проекта – сохранить, обучая этому ремеслу подрастающее поколение Для валенок мы делаем девочке 10 слоев раскладки Вот первые наши работы, там у нас 7 слоев раскладки Толщина не очень хорошая, поэтому сейчас утолщаем, увеличиваем Воспитанники школы искусств с большим интересом создают валенки и панно Они будут не только стандартного варианта, но и в современном исполнении При валянии используется мереносовая шерсть, которая состоит из длинных волокон Работать с таким материалом удобнее, чем с овечьей шерстью Чтобы создать панно, для начала необходимо выложить шерсть в несколько слоев По определенной цветовой гамме Далее заготовка сбрызгивается водой со слегка мыльным раствором Сверху выкладывается сетка, после чего материал обильное пропитывают водой Пупырчатая пленочка Вот этими, благодаря этим пупырышечкам Просто в школе не читает и кушает Приключили и включили Такое вот заваривание, скажем, делается Помимо валяния валенок и панно из шерсти В школьной мастерской уже готово живописное полотно Выполненное на войлочной основе Педагог наглядно показывает принцип работы на такой поверхности Участники мастер-класса с большим интересом вникают в работу И познают традиции бабушек и дедушек Мне больше всего нравится раскладка Там композиции В общем, весь процесс Мне больше всего нравится само валяние Там, получается, это все прикатывается с помощью воды и мыла Это, в принципе, нетрудно валять из шерсти Я думаю, может быть, даже в дальнейшем буду пытаться это снова делать Я бы хотела делать обувь для магазина моей мамы В планах школы искусств провести мастер-класс по валянию гобеленов Анастасия Агеева, Владислав Тимощенко, телекомпания «Спектр», «Богучаны» Далее рубрика «Старая пленка» Не переключайтесь, возможно, вы найдете себя или своих близких на кадрах, снятых много лет назад 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые и полномоченные милиции Эта служба выполняет основную профилактическую работу в деле поддержания правопорядка В следующем сюжете о буднях участковых В работе участкового инспектора нет выходных дней В любое время суток он готов выехать на место происшествия или прийти на помощь односельчанам В каждом поселке это главный человек, для которого работа не прекращается даже в праздник Служба участковых и полномоченных очень разнообразно охватывает большие направления работы Участковый и полномоченный милиции на своем участке является не только просто участковым инспектором Это и работник ГАИ, паспортист, оперативный работник, следователь К нему можно обратиться с любым вопросом и он окажет любую посильную помощь населению Работая на своих административных участках, участковые инспектора знают каждого жителя, проживающего на административном участке Знают, где все благополучно, а где необходимо и проведение определенных профилактической работы, беседы, встречи Через службу участковых инспекторов прошли многие люди, которые в настоящее время занимают определенные посты в нашей милиции Это замначальника милиции, начальник милиции общественной безопасности ЦИФОН Замначальника милиции, начальник криминальной милиции Брюханов Начальник Таежинского ПОМ, Рукасуев Начальник Чуноярского ПОМ, Зулин Евгений Иванович Гордость службы участковых Александр Брюханов Среди жителей поселка Мадзе он пользуется неиспоримым авторитетом В любое время суток его можно увидеть в контролирующем порядок на улицах поселка, автодорогах В этом году он один задержал на месте преступления двух преступников Иван Борисевич Левин много лет отработал участковым поселке Шиверский Сейчас переведен на более сложный участок поселка Хребтовый Дмитрий Терещук в должности участкового поселка Невенко отработал 15 лет Пришел в РУВД лейтенантом, сейчас майор Валерий Нагорнов работал старшим участковым Грамотно построил работу на веренном ему участке в поселке Красногоревский, Гремучий, Шиверский Сейчас Валерий Нагорнов заместитель начальника службы участковых Единственная женщина участковой Валентина Белодет в работе ни в чем не уступает коллегам-мужчинам Выезжает с оперативной группой на место происшествия Принимает участие в рейдах ГИБДД, задерживает хулиганов и дебоширов С этих людей берут пример начинающие участковые Руководство службы участковых поздравляет сотрудников отделения и ветеранов с профессиональным праздником Желает здоровья, удачи, благополучия Это были все новости нашего выпуска Я с вами прощаюсь Всего доброго До встречи Магазин «Планета одежды и обуви» приглашает за новогодними скидками Скидка 15% при покупке от 1000 рублей на верхнюю одежду и обувь Торопитесь! Скидка действует до 31 декабря В продаже зимние куртки, пуховики, пальто на любой вкус Как для взрослых, так и для самых маленьких Огромный выбор обуви на любой сезон И, конечно, всегда в продаже большой ассортимент разнообразной одежды и нижнего белья Здесь вы сможете приобрести постельное белье, мягкие подушки и теплые одеяла Яркая посуда, игрушки для детей Все это поможет выбрать подарок к Новому году Для себя и своих близких Наш адрес – село Богучаны, улица Герцена, 13 База «Виктория» – планета одежды и обуви Мы ждем вас! Семья, как матрешка Чем больше, тем лучше Так красивее! Наполните жизнь счастьем Чтобы остановить поезд, нужно время Чтобы остановить жизнь Одно мгновение Будьте внимательны на железнодорожных переездах Так, планшетик, 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 планшетик Планшетик Остановитесь! Не дайте себя обмануть! Помните, при совершении покупок в интернете Вас должны насторожить дополнительные вопросы Например, ваши паспортные данные или пин-код карты Не передавайте продавцу никаких дополнительных персональных данных Главное управление МВД России по Красноярскому краю Предупреждает Не дайте себя обмануть! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok